все видите как все слава богу все хорошо все течет как говорится все меняется все садитесь поудобнее и мы продолжаем изучать книгу пути праведников уже надеюсь что практически все участники уроков праведники садя благодаря системе алексея бессонова у ее есть у векры на все на все курсы компании ipad да которая продает мои курсы и вот по алексею бессонова я запомнил мы сейчас находимся в 26 26 качестве праведников да а я запомнил все 28 всего 28 могу назвать вот без этой системы невозможно но я не мог запомнить а с этой системой спокойно запомнил первое это гава гордость гордыня второе то что мы уже изучили второе это она во третья это стыд стыдливость буша 4 это азут это наглость это это любовь шестое это ненависть седьмое это мы прошли рахами милосердие восьмое это жестокость 9 это симха радость десятое качество праведников до которые мы прошли вернее так пути праведников это как каждое качество использовать нужной пропорции поэтому десятое качество например да ага да это беспокойство одиннадцатое качество это хорота хорота это раскаяние за прошлое да за чувство вины хорота это литхарет это раска это не раскается это сожаление дословно сожаление слова дальше идет у нас гнев каос да это очень плохое качество неправильно эти с ним должны полностью себя убрать потом идет качество которое называется рацион рацион это желание желание потом идет качество зависть да интересно обратил внимание что если чекам много желания то у него может возникнуть вследствие этого зависть да вот они как-то связаны потом идет зависть после зависти идет звери зуд звери зуд это такое качество которое называется расторопность по русски быстро действовать потом идет качество мы изучили которое называется от слуд лень да это это у нас идет качество которое на уже по счету 16 17 качество это щедрость 18 качество наоборот жадность жадность и скупость 19 качество это это запоминание как раз запоминание относится очень важных качества потому что если ты не запоминаешь как то может учить туру когда вообще что-то может числе если ты не запоминаешь значит это у нас 19 качество двадцатое качество это это забывание наоборот забывание двадцать первое качество это молчание двадцать второе качества, которое мы прошли, это обман. Шетер. 23 качество это правда. 24 качество это ханипуд лесть. Лесть. И 25 качество это лошон-ара. 25 качество это лошон-ара. И 26 это отшова, раскаяния. Вот на котором мы сейчас находимся. Потом будет 27 качество это тора. 28 это страх перед Богом. Вот это 28 качеств, которые есть в человеке, с помощью которых он соединяется с другими людьми и с Богом. И пути праведников, если полностью эту систему не просто услышать, а если ее услышать, понять, запомнить и начать по ней работать, применять, то можно стать праведником, совершенным человеком, который полностью действует по воле Всевышнего и через действие по воле Всевышнего соединяется со Всевышним. То есть праведник это тот, который наиболее близок ко Всевышнему и получается, что его уровень развития это высочайший уровень развития, потому что высшее в этом мире, что есть совершенство, это Всевышний, и чем ближе человек ко Всевышнему, тем он более достиг своего личного, персонального совершенства, развития, которое доступно для него в этом мире. Хорошо, мы продолжаем изучать раскаяние. Раскаяние это чистка ошибочных верований, действий, поступков. Есть у человека внутри, например, если это какое-то качество, которое для него, знаете как, привычка вторая натура. Если у человека есть какая-то привычка, например, говорит Лошон Аран, и он, значит, это его вторая натура, как бы, да, то ему нужно почистить эту свою натуру, то есть нужно ему натуру эту чуть-чуть подрихтовать, подчистить, потому что такая натура вторая, она не даст ему ни в этом мире ничего хорошего, ни в мире грядущем. Не зайдет он туда, не пустит его это, да, Лошон его злоязычие. Или, например, человек сейчас уже узнал про злоязычие, и он не, уже его не говорит, да, ни про кого не говорит ничего плохого, никого не позорит, не унижает, не скептически никому не говорит, не спорит ни с кем, не пытается никому доказать, что он там глупый и неправ, никого не оскорбляет других, чтобы возвыситься. То есть, допустим, человек уже это в себе исправил, да, но раньше-то он это делал, и, допустим, у него есть кто-то, кому он там 10 лет обижал своими словами. Теперь он исправился, и он стал хорошим, но тот человек уже с ним перестал общаться. Он с ним-то уже перестал общаться, и он его не видит. Как он его видит? Он его не видит. И у него в голове восприятие тот, который его обижал 10 лет, он таким же и остался негодяем. И он каждый, значит, день, ну не каждый день, может быть, когда у него плохое настроение, он про него вспоминает и говорит, вот сволочь этот был, он мне всю жизнь испортил, да. И пока весь вот тот так думает, у этого неприятности. И он думает, что же мне неприятности? Я уже не говорю вроде Лошанара, и вроде я уже все соблюдать начал. А у меня не прет и не прет, там, значит, какой-нибудь там, я не знаю, этот начался, знаете, есть болезнь, которая, кожная болезнь, которая непонятно как приходит, и говорит, псориаз. И, значит, у него псориаз и псориаз, и он говорит, что у меня этот псориаз. Потом он раскаялся, услышал урок про раскаяние, и думает, блин, наверное, я обижал вот этого вот человека, там, жену бывшую, да. Я вот ее обижал 10 лет, и она, значит, вот я ее бросил, я с ней не общаюсь, а она, значит, может, страдает. Напишу ей письмо, попрошу прощения. И он пишет ей письмо, ты знаешь, я понял, осознал, я был неправ, значит, вот я действительно неправильно к тебе относился. Прости меня, пожалуйста, я, ну, осознал, конечно, ну, уже старое не вернешь, но, значит, прости. И написал ей письмо, она получает письмо, думает, оп, вот это да, вот это да, значит. Ну, думает, ладно, прощу его. Читала я книжку «Радикальное прощение», прощу. И прощает она его, баф, у него прошел псориаз, она вышла замуж удачно, второй раз. А до этого человек, так как у него вот эти вот его старые дела, они там на небе записались, то, что называется на восстойте закон кармы, оно ему не дает дальше двигаться. Поэтому раскаяние – это очень важная вещь, которая и чистит настоящие качества человека, когда он узнает о том, что в нем есть какое-то качество, которое надо убрать. И оно может повлиять на очистку прошлого и, как следствие, на будущее. Теперь дальше. Сегодня мы уже дошли до того, что есть 24 препятствия для раскаяния, которые мешают. Четыре первых мы уже выучили, то есть это самые такие жесткие. Тот, кто совращает другие общества, не дает ему служить Богу. Тот, кто одного человека совращает. Тот, кто не протестует, когда тот, кто под его влиянием грешит и, значит, не служит Всевышнему. Так, хорошо, потому что, знаете, когда что-то изучаешь, то надо сразу делать. Я кое-что сейчас сделал, что сейчас только вспомнил. Связано с уроком. Ну, то есть надо очень, это очень важно, все, что ты учишь, сразу применяй. И четвертое, это тот, кто грешит и говорит, я ничего, я потом раскаюсь. То есть это четыре категории, которым Всевышний потом не дает возможности справиться, потому что, ну, то, что они делают, это очень было неправильно. Хорошо, дальше мы изучаем следующее. Значит, пять еще из двадцати четырех препятствий, как-то на русский переведе, замыкают пути раскаяния. Я на юриде потом посмотрю. Ну, я так понимаю, что пять еще из двадцати четырех препятствий, они как-то мешают. Значит, как они мешают? Что это за еще пять? Тому, кто оставляет общество, когда оно раскаивается. А он говорит себе, все будет хорошо, я устроюсь. И не сочувствует общей беде. Поэтому он не удостаивается того блага, которого удостаиваются все остальные. Например, вот сейчас был пост девятого ава. Значит, девятого ава все правоверные евреи, они постятся и не едят, и не пьют, и страдают, вспоминают о разрушении первого храма, второго храма, о грехе разведчиков. И просят у Всевышнего, чтобы Всевышний, значит, простил грехи народа Израиля, ну и простил грехи, как следствие, когда грех прощается, то в этот момент последствия этого греха, который некоторые называют наказанием, но в принципе все неприятности это не наказание от Всевышнего. Это явное последствие действия человека. Сделал дело, получи раздачу. То есть, если ты сделал дело, потом раскаялся искренне, тогда ты эту раздачу можешь частично в каких-то случаях себя снять, каких-то полностью снять и так далее. Теперь, значит, ну если общество раскаивается, например, засуха. Засуха тоже, когда засуха была, делали пост и общественная молитва. А кто-то сидит и говорит, да не, ну чем буду поститься, вот это голодать, чем буду молиться, значит, чтобы этот дождь пошел. Пускай они молятся, а я нормально себе так посижу. В этом случае он не раскаивался, он не сочувствовал общей вине. И когда всем идет все хорошо, у него наступает что-то плохое. Второе. Кто еще не может раскаиваться? Вот тут очень важно, это очень частая ошибка, которую делает очень много людей. Тому, кто спорит и ссорится с мудрецами. Потому что раздор приводит к отделению от мудрецов, и он не узнает пути раскаяния. Есть такие люди, которые, ну есть вообще, я считаю, самые большие злодеи. Это те, кто, они как раз попадают под первую категорию. Это те, кто совращают других и которые клевещут на мудрецов, на мир Торы через СМИ. В Израиле это очень распространено. Журналисты, то есть это люди, которые из-за того, что они многих вводят в грех, то Всевышний им не дает и раскаяться. И вот они пишут клевету на раввинов, на мудрецов Торы. Просто такую клевету пишут, что, ну просто чернуха, которую они выдумывают, они в жизни никогда даже понятия не имели, кто это такие святые люди. Тот, кто их послушал, послушал он их, поверил этого клевете, через СМИ там читает, напишет на раввин, там так поступил, то сказал, то сказал. И человек, он спорит и ссорится с мудрецами. Раздор приводит его к отделению от мудрецов, и он не узнает пути рассказа. То есть есть, например, споры там между Хаббадом и Миром Ишим, например. Или были споры когда-то между хасидами и нехасидами. Или были споры между там какими-то мудрецами. И вот есть люди, которые прямо не любят эти споры раздувать, обсуждать. Какая вам разница? Есть известная история, как был Хазе из Люблина, такой был великий мудрец. Он был слепой, он называли видящий. Хазе это как пророк. И к нему люди приходили, он предсказывал будущее, говорил, что исправить и так далее. Вот очень хороший вопрос, Наталья Ахаббадова, я сейчас отвечу. Значит, пришли к нему хасиды и говорят, вот два наших там учителя, два рыбы между собой не расхождения. Ты за кого? У них был спор между собой. А этот Хазе из Люблина им говорит, за кого я, говорит. Это я вам расскажу сейчас историю. Значит, лев шел по лесу, и царь зверей, и он шел после пьянки какой-то, да. И он поймал волка. У него было очень плохое настроение, пофмелье. Поймал волка и говорит, есть у меня берега? И на него вдохнул. Волк говорит, есть. Лев ему говорит, а ты не знаешь, что я царь зверей? Это называется лошонараш, и ты меня позоришь. Даже если есть, ты не должен был говорить, что есть. И он, значит, волка оторвал ему голову. Это злоязычие? Злоязычие – это правда, которая человека может обидеть. Значит, он ему есть перегар? Он говорит, есть. Он ему оторвал голову. Хватает волка, значит, зайца. Говорит зайцу, есть у меня перегар? Зайца говорит, какой перегар? Вообще нет перегара. Или земляника, или там клубника есть в лодке. Говорит, вот. Но, говорит, перегара вообще такого нет. Лев ему говорит, а ты не знаешь, что врать нельзя? Что вот учили в книге путь праведникам, что шетер, ложь запрещена. А ты царю зверей? Ты, значит, еще так врешь. И он, значит, зайца тоже голову оторвал. Хватает он лисицу и говорит, есть перегар? Лисица ему говорит, вы знаете, я с радостью бы ответил на ваш вопрос, уважаемый царь зверей. Но у меня две недели на сварк. Говорит, не знаю, не могу сказать ничего. Или бы ее отпустил. Так вот, на вопрос Натальи Кабатовой, как определить, что именно это мудрец, чтобы с ним не спорить, так лучше на всякий случай ни с ним не спорить. Вот этот мудрец, этот мудрец. То есть, лучше не вдаваться в подробности, взять книжечку Пути праведников и ее почитать. Или там почитать недельную главу, или еще что-то. То есть, вот эта сама привычка раздавать кому-то, значит, вот эти вот ярлычки, это, в принципе, плохая привычка. Потому что, почему должен человек судить кого-то мудрецов? Тебя судил кто-то делал. Тебя, значит, конкретно важно, чтобы твое мнение спрашивать. Не знаю, но откуда мы знаем, мудрец с ним или не мудрец. Сократ сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Так, наверное, и мы с вами можем тоже, вот в этих вот сложных, во всех ситуациях, воспользоваться советом Хозе из Люблина, который с помощью этой истории ответил на вопрос, за кого он. Он говорит, у меня две недели насморк, я вообще на эту тему не хочу говорить. Чем это кому поможет? За того или за того? У этих, знаете, как был спор? Было две школы, Бейд Шамай и Бейд Гилейли. Это было где-то около двух тысяч лет назад. И было две таких прямо в устной аудитории академических школы. У них были расхождения по всем вопросам. Например, я вам приведу пример их спора о расхождении. Человек поднялся на башню и покушал там с хлебушком, сел, поел. После еды с хлебом нужно сказать благословение после еды. Молитва, состоящая там, ну, пять минут ее надо читать, да? Беркад Амазона называется. Это заповедь историк. Если ты ел с хлеба, как написано вам в прошлой неделе, будешь есть и насыщаться, и будешь благословлять Бога за землю прекрасную, которую Он дал тебе. Там же и прочитает. Где вспомнил, там пускай и читает. Шамай говорит, нет, должен вернуться на то место, где кушал, и там прочитать. Потому что, говорит Шамай, если бы он кошелек забыл, он бы вернулся? Вернулся. Значит, по строгости, по закону, нужно читать там, где ты кушал. Но Гилель говорит, но если человеку так сказать, что тебе нужно обратно залезть на башню, человек может не залезть и не прочитать, еще хуже будет. Поэтому, где вспомнил, там пускай и прочитает. Шамай говорит, нет, если бы он кошелек забыл, он бы вернулся, да, значит, пусть возвращается и читает там. А не прочитает, значит, нарушит. И что? Вот это у них примерно стиль их всех расхождений был такой. То есть, они не спорили по сути закона. Но Гилель, как бы, он более учитывал человеческую природу, суть человека и так далее. И вот, значит, очень был большой спор. Практически по всем законам у них были уже, как бы, практический закон, практическая лоха, как выполнять. У них было расхождение. И как будто бы было две торы в Израиле. Потому что те, кто шли за Шамаем, они более строго, такие были строгие. Те, кто за Иллилем, они более сварили на все мягко. Значит, обратились они, в конце концов, к небесному голосу. Говорят, как закон? По школе Иллиля или по школе Шамая? И раздался небесный голос и сказал так. И это, и это слова Бога Живого. То есть, и то правильно, и то правильно. Но закон, как Бейд Иллиль. Закон идет по более мягкой линии Иллиля. Значит, поэтому, значит, что мы отсюда видим? Что очень часто споры, они, в принципе, вообще споры, чаще всего, они бессмысленны. Потому что и то в каких-то моментах верно, и то в каких-то моментах верно. И тот, значит, рассказывает свою какую-то теорию и идею. И второй рассказывает свою теорию и идею. А чего люди спорят? Люди спорят, потому что они хотят доказать, у них вот это эго доказать, победить. И так далее. Это не нужно делать. Поэтому, тем более, когда человек начинает спорить с мудрецами, мудрецы это те люди, которые изучают Тору. У них есть какие-то... Опять, хороший был вопрос. А как бы знать, мудрец он или не мудрец, да? Ну, смотрите, есть классическое. Я всегда за классику. То есть, вообще, в любом деле, лучше идти классика. Книгу, где в Тиеве купить, в Украине купить, где книгу, а в Мишле, не знаю, мою, да? Можно бот, у нас есть бот, можно изучать бесплатно по Телеграму. И напишите, пожалуйста, там в боте, в этом напишите. Вам скажут, где можно купить книгу, Мишле, в Тиеве. Есть они там, наверняка есть. Их издали в Харькове. Я знаю, в Харькове можно заказать. В Днепре есть тоже они. Ну, я думаю, в Тиеве есть. Теперь дальше. В общем, с мудрецами лучше не спорить. Кто спорит с мудрецами, он потом не раскается. Дальше. Третье. Третье. Тому, кто позорит своих наставникам. Тому, тот не сделает потом шоу. Потому что это приводит к тому, что выталкивают и сгоняют из мира. Тот человек, который вообще позорит наставников, это еще хуже, да? То есть он учился, а потом он начинает позорить своих наставников. Такой человек вообще, он очень вызывает настороженность и сомнения. Почему? Потому что, ладно, ты учился у кого-то. Потом ты считаешь по-другому. Зачем тебе позорить наставников? Зачем тебе говорить плохо о тех людях, которые когда-то ты говорил о них хорошо? То есть в любом случае, человеку лучше вообще никого не позорить. Человеку лучше вообще ни на кого не нападать. Ему можно защищаться. Понятно. Если кто-то нападает на него, то ты можешь защититься. Хотя царь Салмон здесь, он тоже говорил, не отвечай грешнику по его грешности. И не... А в другом, если он, правда, говорит, ответь грешнику по его грешности. То есть тут есть нюансы, да? Иногда надо ответить, иногда не надо ответить. Но если на тебя не нападают, а ты сам производишь вот это зло, это в любом случае, это вредно для человека, да? То есть любое производство внутреннего зла, оно в первую очередь вредит тому, кто его производит. Теперь, если у тебя внутри добро, ты внутри полностью производишь добро, тебе хорошо, ты благодарен, ты рад, ты замечаешь добро Всевышнего, добро людей, ты занимаешься тем, чем занимаешься, ты любишь то, что ты делаешь, ты находишься в моменте. Все, тебе хорошо. Теперь, если на тебя кто-то напал, тогда у тебя уже есть выбор. У тебя есть выбор с волками жить по волчьей вы, то есть стать волком тоже. И тогда ты входишь как бы на ту поляну выходишь, на которой ты не хотел быть, да? То есть тебя затащили на поляну, спровоцировали, и ты начинаешь на этой поляне играть. Иногда нет выхода, да? Например, как Хамас напал на Израиль. То есть они хотят убить. Они зашли, убили 1200 человек, женщин, детей. То есть у них цель уничтожить Израиль. Но нет выхода. То есть мы должны уничтожить Хамас, потому что они конкретно убийцы-маняты, которые сказали, мы вас всех убьем. Вот только дайте нам возможность, мы вас всех убьем. Но нет вариантов, мы должны их убить. Но, если, например, на сегодняшний момент Иран там, например, да, понтуется, что мы тоже хотим это сделать. Теперь мы смотрим, в случае с Хамасом мы ответили. В случае с Ираном мы не ответили, хотя могли бы ответить и могли бы первые на Иран напасть уже превентивно, потому что у них в мыслях это есть, но они больше, как бы, такие счеты раздувают. То есть не всегда нужно нападать на других, даже если на тебя напали. Но первому нападать нет смысла никакого. Поэтому тот, кто позорит своих наставников, ему не дают потом возможности раскаяться. Четвертое. Тому, кто не терпит упреков и укоров, потому что он не оставляет себе путей для раскаяния. То есть упреки, и есть люди, которые очень-очень, значит, негативно относятся к упрекам, да. И они таким образом, они вообще не слышат. Например, у меня есть один знакомый, значит, он там любит выпить. Он любит выпить, и ну, жена ему говорит, это плохо, что ты пьешь? Это плохо. Ты, значит, когда пьешь, плохой пример детям даешь. И ты, когда пьешь, ты не выполняешь свои обещания. То есть она его упрекает. И его друзья-собутыльники ему говорят, да что она вообще, вообще брось ее, уйди от нее. А он им говорит, ну, ребята, ну она же права. Ну, реально-то, если посмотреть на вещи, то есть мне неприятно это слушать. Но она-то права. Такой человек, у него есть возможность раскаяться и справиться. А если он не терпит упреков и укоров, то тогда он тем самым не оставляет себе пути для раскаяния. Потому что упреки и укоры, они неприятны. Но они как бы указывают человеку, где действительно у него есть какой-то пробой. Но тот, кто их не терпит, он, естественно, не сможет раскаяться. Поэтому, говорит автор этой книги, каждой общине надлежит назначить мудреца, старого, трепещущего перед Всевышним, с одни своей юности, которого они любят, чтобы он порицал всех и упрекал, и укорял, наставляя вернуться к раскаянию. А нетерпящий укоров не придет к укоряющему, не услышит его наставлений и останется со своими преступлениями, которые милы ему. И эти преступления в итоге его уничтожат. Поэтому было бы, конечно, хорошо, знаете, как помните, была сказка «Свет, мой зеркальце, скажи, на всю правду расскажи». Но она вопрос какой задавала? Кто на свете всех милее? А по идее нужно, наоборот, иметь вот такое вот зеркальце, которому можно задавать вопрос. Яша Шатагин, вот Яков Шатагин, Раб Шатагин, Раб Яков. Вот скажи, кому что надо исправить? Ну, допустим, он каждого, может, не знает, но, например, вот мне, я могу спросить, Яков, где я ошибаюсь? Скажи, пожалуйста, ты же меня давно знаешь. Где я ошибаюсь? Скажи мне, я наверняка есть ошибки. Человек в своем глазу бревно не замечает, а в чужом глазу он видит что? Каждую соринку. Поэтому человек, который хочет исправлять свои пути, он должен назначить любящего человека, которого он уважает и который разбирается, что такое хорошо, что такое плохо, назначить его, чтобы он ему указывал о том, что надо исправить. И нужно любить вот это вот, вот эти вот, можно сказать, увещевания. Вы прете? Как раз в недельной главе написано, что как Бог, как отец, он своего сына укоряет, чтобы вывести его на правильный путь, так Бог часто человеку дает страдания, как любящий отец, который хочет, чтобы человек исправился. Все, поэтому так надо относиться к ситуациям, когда есть какие-то неприятности, это сигнал от Всевышнего. Значит, подставлять не надо вот эту вот щеку другую, не надо подставлять другую щеку. Но если какой-то сумасшедший тебя ударил по щеке. Недавно была ситуация, сумасшедший один, он зашел в синагогу, начал кричать. Там кричал он на, там, что-то на раввина, плохо кричал, все. Значит, но он сумасшедший, со справкой все знают, что он сумасшедший, у него какое-то, ну, бывают обострения, да. И он там что-то кричал. Другой, значит, пошел с ним разбираться. А что с ним разбираться-то? Он сумасшедший, то есть нужно, ну, спокойно ему там воды может дать, еще что-то. Но не надо с ним разбираться. А вот тот пошел с ним разбираться, этот на него напал, значит, его там что-то, ему телефон разбил, побил, вызвали полицию. Ему все говорят, тот же раввин, на которого кричали, он ему говорит, а зачем ты лезешь-то? Ну, он же сумасшедший. В некоторых ситуациях вторую щеку никогда не надо подставлять. Это правило. Я ударил по щеке, подставить вторую щеку, это значит спровоцировать человека бить еще раз, и еще раз, и еще раз. Не надо вторую щеку подставлять. Ну, теперь, ну, вопрос, избить его в ответ, это первый вариант. Второй ответ, если тебя ударили, отбежать подальше, позвонить в полицию. Третий вариант, это отбежать подальше, позвонить в полицию и спросить у Всевышнего, Всевышний, спасибо тебе, что меня не ему сказать тому, кто ударил, тот, того надо сдать в полицию однозначно. А вот вопрос, без воли Всевышнего, то есть он же мог ударить кого угодно, а что он меня-то ударил? Где я, где-то, может быть, я кого-то так же обидел словами, может быть, я кого-то так же обидел, но я не заметил это, да? Спасибо тебе, что ты меня неожиданно, у меня нет причины, чтобы меня сумасшедший ударил, я этого сумасшедшего вообще не знаю. Но меня-то ударили, значит, от Всевышнего есть какой-то сигнал, спасибо тебе, но дай мне сигнал, где я, где-то, что-то, может быть, я что-то не замечал в себе. Всевышний говорит, спроси у Равана Иванишина, да, может быть, ты или там у кого-то еще, где у меня, что мне в себе исправлять? Все, человек себе что-то исправил и все, значит, пошел в спортзал, накачался, в следующий раз тот только его собирается пить, он его как дал первый, тот улетел, а человек говорит, спасибо Всевышний. Вот меня тогда ударили год назад, я год ходил в спортзал, тренировался, и сейчас это мне спасло жизнь. Спасибо тебе, что он меня тогда ударил, чтобы мне это был намек, что надо идти в спортзал и надо укрепляться. Понимаете, как может быть? Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний дал нам всем понимание, глубочайшее понимание, что Он от нас хочет, чтобы Всевышний дал нам глубочайшее понимание, как исправить свои пути, как исправить в себе то, что надо исправить, и как действуя правильно по воле Всевышнего. Правильно, это как тот, кто создал мир, тот, у кого есть имя Эммед Всевышний, он через Тору сообщил, что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. Все, всем удачи, успехов, всего хорошего, встречаемся с вашей помощью завтра. А для партнеров, спонсоров и друзей в экране, это те люди, которые помогают распространению Тора. Есть отдельный урок с 11 до 12, мы изучаем то, что Тора говорит про богатство и как удостоиться большего богатства. То есть здесь тоже очень все работает мира за меру, то есть тот, кто помогает финансово распространению Торы, тому Всевышний дает отдельное знание, как увеличить количество финансов. Поэтому, welcome, приходите на урок, вы вместе, у нас есть цель общая, чтобы божественный свет распространился по всему миру. Значит, у нас было в прошлом месяце 30 тысяч часов изучения Торы, а мы стремимся к миллиону часов, чтобы миллион часов просмотров уроков Торы был в месяц. Но это не миллион человек, если 30 тысяч часов в день, ну и десятки тысяч людей, чтобы ознакомились с тем, что такое истина, начали, присоединились ко Всевышнему, и тогда в мире наступит мир, и тогда спустится третий храм, придет Маше, и мы все будем жить в добром, хорошем, веселом, счастливом мире. Мы, наши дети, внуки, и будет все хорошо. Все, удачи, успехов, до завтра.